привет всем с вами снова я Макс и сегодня очередная партия досок отправляется на реализацию нового проекта я собираюсь сделать щит на эпоху 13 14 века щит степной степного воина соответственно доски мы были использованы из поддонов значит после того как я произвел разметочку и расчертил нужный диаметр мне круга все лишнее я отпилил хренам собачьим во-первых это неэстетично потому что там осталась куча дырок от гвоздей соответственно взял более ровные прямые участки досок для дальнейшего выпиливания круга диаметр круга составил 70 сантиметров принципе хват у него будет локтевой этого более чем достаточно чтобы закрыть руку работал я с черновым материалом так как в дальнейшем все это будет фуганиться шлифоваться и сниматься до нужных мне размеров и толщина щита значит толщина щита оказалось 1 и 3 сантиметра 13 миллиметров следующим этапом я уже начал собирать сам щит и положив его на кусок кожи вымерив нужный мне размер все лишнее я срезал хочу оговориться сразу допустил небольшой косяк изначально надо было мне щит все-таки приклеить сразу кожа но я этого не сделал пока замачивался замачивалась сыромятина у меня я все расчертил нужные размеры поставил планки усиливающие и начертил и у меня будет находиться отверстие и чтобы не утомлять вас дальнейшем процессом как я собираю щит в дальнейшем увидите на маленькие гвозди фиксирую все это ускорить процесс и уже покажу полную сборку после того как я натянул кожу уже начал просверливать отверстия для планок усиливающих верхняя планочка у меня оказалось тоньше толще чем нижняя так как большая часть ударов приходится именно на нее но и вот когда я уже насверлил кучу отверстий в досках достав отмокший значит шнурок в воде он приобрел эластичную форму начал собирать с помощью вот такого нехитрого приспособа это виде маленькой проволочки согнуты пополам вот она у меня как иголка использовалась своего рода я продевал таким способом кожу кожаный шнурок так как он эластичный проходил легко он значит в дальнейшем после высыхания стянул мне планки на щите использовал шнурки я короткие дабы избежать в дальнейшем при разборке и переделывание щита если доски какие-то будут поломаны длинных шнурков чтобы не распутывать весь щит полностью использовал короткие шнуры поставить вверх и низ соответственно стянув кожей надо было все умею проклеить но этого не сделал сыромятина уже приобрела эластичный вид и мы в дальнейшем будем уже пускать по канту так как она мягкая и тянется хорошо фиксируем ее насверливаем также отверстие по краю и с таким же способом как мы ставили планки ставим стягиваем кант щита таким же кожаным шнурком после того как это все высохнет это все стянет щит уже довольно таки крепко и он будет уже жестко посажен вот процесс я не стал показывать этот полностью потому что он такой долгий кропотливый все мокрое и шнуры и кожа я соответственно уже следующим этапом приступил к заклепкам надо было закрепить умбон и выбрав нужный пруд диаметра чтобы не болталась я нарезал нужное количество так сказать штырьков и начала расклепывать принципе и мы же приближаемся к антуражности все должно выглядеть довольно таки четенько не болтаться не трепыхаться все должно быть естественно таким вот нехитрым способом я сделал заклепку расплющив вверх штыря ну соответственно все остальные заклепки я сделал с таким же способом все сидел четенько отлично и не портило вид а после я все это соответственно просверлив нужное мне отверстие установил все заклепки и уже на обратной стороне накинув шайбы среза все лишнее я начал расклепывать все это так как этот процесс немножечко затянулся я покажу на скорости все это в принципе быстро но ничего здесь сложного нету постараться можно вот с того как я это все установил бончик сел четенько значит я приступил уже непосредственно к самой проблематичные и кажется долгой процедуре это покраски нанесения рисунка так как я не буду показывать полностью весь процесс а покажу вот только поэтапно какие цвета я использовал и что у меня получилось значит был использован зеленый цвет как основной лепесток как это так в основном все татары хазары использовали более рисунки растительного орнамента вот но я взял художника федорова такого известного который по находкам определяется но самый геморрой было это все таки нарисовать по канту вот этот желтые зеленые красные линии самый долгий процесс меня занял много времени ну соответственно как мы видим вот получился такой рисунок ну а следующим этапом был установка подушки я думаю тут каждый сам себе будет устанавливать индивидуально все я делал под свой размер руки натяжение чтобы не болталось ничего ну и уже в дальнейшем последний этап финал всего этого безобразия именно закраска голубой цвет так как это было на картинке вот получился вот такой щит локтевой не кулачковый принципе такая вот симпатичная вещь получилось ладно что хочу сказать всем спасибо и пока